Я хотел бы сделать заявление, что ситуация, которая сложилась в нашем регионе, что потеряв субъектность, руководители местных органов, превратились, на мой взгляд, в килинии. Полагаю, что теперь профессиональный коллектив Саратовской прокуратуры, теперь больше похож на частно-охранные предприятия, следователи, у которых в производстве находятся самих уголовных дел, не расследуются им самими, а только выполняют указания после коллективных совещаний в прокуратуре. Я хотел бы сделать это заявление, спрервать Вашу честь, по той причине, что заявление у нас в Уголовном Кодексе предусмотрено в процесс те, которые касаются данного уголовного процесса, в ближайшем доказательстве. В настоящий момент я пока ничего не услышал. У нас дослушать до конца, когда вы тут наговаривались, сделали информационный шум, ваш никто не перебивал. По моему мнению, на ДСУшники, Миссерепсов и Журавлев, СКРовцы передают свои пожелания руководству Решительский отдел. Еще раз повторюсь, на все эти надумные, если мягко говорить, претензии из редакционной политики, все это происходит из-за редакционной политики нашего издания, которая без вас вместо бесплатно приходит на помощь жителям региона, которые уже отчаянят получить ее в органы правопорядной власти. И это десятки тысяч людей. Каждый здесь присутствующий в зале уверен, что начинает свой рабочий день со страницы нашего издания. Даже находящиеся здесь в зале, сами или их родственники обращались за поддержкой к журналистам нашего издания. Вот, к примеру, гособъедитель Хабзаренко. Я сначала был удивлен его присутствием в этом процессе, а потом понял, что это может быть только такой иезуицкий подход. Как раз в 2020 году его отец обращался к нам в издание за помощью, когда в отношении него пытались отнять у его семьи земельную собственность в поселке Трестанок. А в этом году, когда повторились подобные какие-то прецеденты, обратившись к своему руководству, он услышал в ответ, что если обратить его семья во взгляд, он будет уволен. Так его как раз и послали бы с обвинителем в расправу со мной. Например, я сначала... Вот, это будет так. Если, например, Хабзаренко, я думаю, он не забыл, как раз его отец, обращение со взгляда, и он может вам подтвердить, что ни копейки денег с его семьи никто не просил, и дальше никто не встречался, это было не политически. Но с людьми обращались, мы это делаем. Конечно, это неудобно. Прежде всего, надзирающим органам и коррупционерам во власти. Подобные отношения у кого-то... Не, конечно, я перебываю, ближе к... Нет, все, все, сейчас подскажу. Подобные отношения у кого-то правоохранительных органов, на мой взгляд, культивируют безрастость при напряжении нормы морали и нравственности. Лишний раз подчеркивает политический ангажированный характер этого уголовного дела. Отмечу, что при проведении прокурорской проверки и следствия свидетелей Винограда допрашивали 16 раз. В данных опросах начальник отдела по надзору за соблюдением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Кобзаренко был самым младшим по званию. Потом в дело вступили 6 следователей по особо важным делам, а дело по особо важным делам следственного управления. В звании от майора до полковника. Самый младший был прижимен майор, остальные под полковники и полковники. Фактически, по данному делу, небольшая тяжесть, которая, как было отмечено в письме Филипенко-Говоронову, относится к дознанию и должно было расследоваться в течение 30 дней. Была создана целая прокурорская следственная бригада, которая вуща просветами резонансных дел и тяжких преступлений по нарушению прав 5 тысяч сирот, массовых изнасилований, нападения собак на детей, многоэпизодных коррупционных преступлений, как правило, находящихся на контроле и председателя Следственного комитета, что не находясь на контроле, также были бы прекращены. Поэтому это и раздражает и надзорный орган. И даже здесь, в зале, мы услышали оскорбление в адрес Александра Ивановича Бастрыкина одним из гособвинителей. То есть открыто. То есть видно, что на самом деле, как мешает и мы Бастрыкину, и наше издание. Отмечу, что целью данной прокурорской проверки и уголовного дела, на мой взгляд, был не поиск нарушений, а привлечения меня к уголовной ответственности по надуманным основаниям. Именно поэтому у меня есть обоснованное подозрение, что прокурорами и следователями СКУ и СУСК по Саратовской области на свидетели по делу и сотрудников полиции ЛРР оказывалось давление с целью моего уговора. Это происходит с единственной целью сведения личных счетов к самому прокурору Саратовской области Лиганка. Также хочу отметить, что еще не так давно при Анатолии Бонаре, который отметил с тем, что все районные прокуратуры получили помещения свои, что ассоциация с Евгением Григорьевым, при помощи которого совместно с журналистами были сохранены ряд предприятий военно-промышленного комплекса, они превратили в торговые центры. Сейчас нынешнее правление прокуратуры, у кого-то прокуратуры, ассоциируется с каким-то беззаконием, ассоциируется, вот по крайней мере у меня, ассоциируется с превышением и злоупотреблением благотностными полномочиями, а также с разгулом, с пьянством, с коррупцией. Всего ваше счастье.